Во, во, я первый, извините, склероз начинается уже, вернее, активно развивается. Я первый сделал жизнь обратно. Я первый смирил жизнь обратно в счёт. Вы слышите, какое художественное исполнение? И это трясняющий кусок, который дал нам ноту в картии. И у нас тоже уходили со слезами, и я сейчас дважды прослезился, потому что я уже сундаментальный и немолодой человек. Теперь я хочу сказать самое главное. Володь, когда я сейчас бежал сюда, мне позвонила Лена Солодкова, наша студентка, мы в Амгике с ним проработали 20 лет, 25. Ну, ты чуть-чуть меньше, а я чуть больше. И она говорит, я не могу туда прибежать, я сейчас не могу просто, но обязательно от нас, от всех, дайте ему горизонтельки. Вот подарите горизонтельки. А почему горизонтельки? А потому что это вот самый, что ни на есть, и зимний, и летний, и вот все, вот белый такой цветочек. Я подбежал к киоску, а там была только одна маленькая хилая веточка. Ну, Володь, это тебе от твоих любимых стилетов, любимых стилетов, любимых стилетов. Вот. И то, что сделал Володя в этой картине, это может сделать только очень талантливый человек, который владеет инструментом документального фильма и игрового фильма. Это разные вещи, но ему счастливо в жизни во всем великомученик, Володя. Очень трудно, все картины его рождаются, но они всегда принимаются. Но это одна из лучших, а может быть и лучшая твоя картина. Володя, я тебя поздравляю и желаю тебе сделать вторую серию. Под грубым названием «Высоцкий за рубежами нашей Родины». И то, что Никита очень хорошо сделал, то, что тоже камертон, но он одно неточное выражение употребил. Какое? Он сказал, что это экскурсия. Это необычная, если употреблять слово «экскурсия», то надо было сказать, что это необычная экскурсия. И мы здесь присутствовали. Володя, спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ